Строительство стадиона на Стрелке идет по плану. Некоторые этапы даже с опережением. Установка свай почти завершена. Из 9500 погружены 8000 свай, то есть осталось еще 20%. Начались монолитные работы по устройству фундамента стадиона. Так выглядит первый этап устройства фундамента. Установленные сваи и так называемая бетонная подготовка. За моей спиной находится второй этап. Это армирование и укладка бетона во объеме 210 кубических метров, что равняется 26 КАМАЗам. Это первая ласточка в формировании фундамента спортивного сооружения. Сегодняшний день уложено 210 кубов бетона. Общий объем фундамента плиты составляет около 75 тысяч кубических метров. Мы планируем эту работу выполнить до декабря 2015 года. Параллельно с этим через пару месяцев строители начнут заливать второй слой фундамента и формировать конструкции первого этажа. Бетона хватит на все этапы. Специально для стадиона компания «Застройщик» возвела два бетонозавода на территории Нижнего Новгорода. Каждый этап работы на стройплощадке подвергается серьезному контролю. Ведь фундамент должен будет выдерживать вес примерно в 130 тысяч тонн. Столько по предварительным расчетам весит будущий стадион. Каждый этап, каждая свая, каждая процедура армирования проверяется и даются замечания, если таковы имеются. Строители устраняют и дальше приступаем только после этого к следующему этапу строительства. Кстати, работы ведутся в круглосуточном режиме. На площадке всегда присутствует больше 400 опытных специалистов, которые ранее трудились на олимпийских объектах. Ежедневно задействовано около 40 единиц техники. Напомню, стадион недавно получил официальное название «Нижний Новгород». Он рассчитан на 45 тысяч зрительных мест. Планируется, что строительство масштабного спортивного объекта будет завершено в сентябре 2017 года. А уже в 2018 году стадион примет игры 1-8 и 1-4 финала Чемпионата мира по футболу.